привет 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 а можно как-то с поделиться эфиром а вот слышишь я принципиально так ребят лампочки пока лампочки вас вот так ближе к себе как века века нормально 1 привет привет я нормально так наверное без подробности я быстренько залетела в эфир чисто поделиться последними событиями и мы сегодня посмотрели серию вчерашнюю вот на эту тему хотелось бы пообщаться на тему эфира выпуска с нами привет привет смотрела уже выпуск это вопрос или утверждение чем занималась сегодня мы сегодня сходили нас дэк на валберис ой на озон вернее вот они этим занимаются момент с ногой был самый эпичный чем сама серия это когда раздалбаливали замок я просто частями смотрелась честно не прям полностью все ничего такая уставшая помотала жизнь меня за последнюю неделю жестко на самом деле здесь еще свет такой темно очень ну и синяки под глазами два дня плакала скотина отлично вы хотите заказать правильно отлично отлично сейчас я официантова позову только постарайтесь нормального найти нам хорошего где у тебя нога обритая у меня нога обритая точно попробую подставить а то у нас сегодня с этим как-то знаете не везет нам у нас уже как-то относится ага ну такие вопросы не отвечают чего плакала родным что у тебя нового когда встреча с индигой что случилось что плакала ты сейчас все хорошо что случилось да бля не хочу материться короче тяжелые жизненные моменты меня накрыли один за одним один за одним больше это связано конечно с гублом из-за этого появляется чувство никчемности из-за этого получается вопрос типа я знаю как зарабатывать нечестным путем не знаете сколько скама предлагают ну типа но я его не беру потому что мне потом с этим жить вот но если вдруг вы увидите у меня скам не ведитесь бля вы что такие шумные там можете потише быть вот и короче потом в итоге мне заблокировали этот аккаунт в доставке я же на доставке сейчас работала вот мы заблокировали аккаунт и все и у меня вообще прям накрыло жестко настолько жестко что вообще я позвонила маме и говорю мам я завтра приеду вот и типа у меня нет погони за баблом знаете типа что мне нужны деньги 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 типа нет у меня просто есть ситуации которые ну нужно закрывать это квартира в москве нам еще подняли оплату плюс у меня машина который нужно обслуживать плюс у меня есть собака которую нужно кормить плюс у меня есть вообще на пока это лично просесть века плюс есть личная жизнь какая-то ну лично в плане не в плане лично я в плане что мне тоже нужно кушать одеваться и короче бытовая вот это зала познаете простите за мат и это все короче вот так нагнетало нагнетало плюс я два года такая хожу вся сильная типа мне нужно со всем справиться я а у меня нет никаких допингов типа я не хочу с мионезом ездить я такая застряла короче и как будто в моменте просто руки опустились огонек внутри погас и мне было знаете так страшно от этого ощущения что потом мне синька начала сниться блять три дня подряд мне синька снилась в поту блять вставала в холодном поэтому вот так вот и вот так вот день за днем день за днем день за днем просто какая-то какая-то херобора происходит и я такая типа что что не так что я делаю и с учетом того что я сейчас живу честно и ну как-то по правильному что ли не всегда это получается конечно я не идеально и вряд ли когда-то такое стану потому что нет идеала ого чай вкусный блин не он на подсвечнике круче смотрится сейчас я покажу вот красота вот чаек и каскадерство на которое у меня были расчеты оно как-то все утихло ну ничего я над этим как буду продолжать работать мне сказали что просто не сезон ну не знаю так это или нет будем двигаться просто будем двигаться потихонечку в этой сфере единственное я не понимаю почему только как бы я договариваюсь но дальше договоров ничего никуда не уходит короче это меня тоже расстраивает плюс я понимаю что у меня нет энергии на все подряд то есть мне нужно в первую очередь заработать там определенные суммы плюс у меня есть долги блять займы и всякая вот эта история и конечно это все во концове взяло вверх и подавило меня на стопы что я просто два дня лежала и вот на второй день я хотела просто уехать и я говорила на хер мне это москва вонючая я ничего здесь не могу ну и типа начала как обычно себя гнобить так же вот так с Лизой общаемся вообще спасибо вам за вашу поддержку я читала комментарии я читаю комментарии как все наверное в телеграме и после этого поста там у меня есть пост о том что это вот было в день когда меня сняли с доставки причем ну возможно отчасти там моя ошибка но по большей части я считаю что это тупость поддержки то есть у меня пропала точка заказа и мне ну непонятно было куда его доставлять я писала в поддержку звонила в поддержку и в оконцове через 10 дней они меня сейчас блокируют аккаунт и выставляют штраф на 5 косарей ну это сегодня решилось потому что вчера позавчера это все было ну я думала что все аккаунт заблокировали и все как бы то есть я не смогу больше работать на доставке а это сейчас единственное что нет нет но перекрывало какие-то мои моментики ну короче сегодня мы решили мне тоже помогли мы разблокировали слава богу этот аккаунт но 5 косарей штрафа все равно висит и за благодарность вам это то что когда я выложила этот пост у меня в этот день еще был обязательный платеж и Анна я не знаю ни фамилия ни отчество к сожалению она перевела она перевела мне скинули 10 тысяч уже это просто насколько сильно это меня выручило это не объяснить у нас 5 человек поменялось мы расстроились если честно один кальянчик у вас тут классный да короче спасибо вам за вашу поддержку вообще за все что вы пишете за ваши теплые слова это просто кайф они решили это на самом деле когда ты лежишь в этом состоянии потом это все читаешь ты думаешь блин есть же люди которые в тебя верят почему ты все не веришь и многое все равно энергетика может влиять ваше мы же все энергии да да щенка или принесу как раз в это время и куколь не все забить что в нем нам не немножечко оставь да один комплект оставь поменьше и поменьше алкоголя да как вопрос 25 процентов я хотела сказать без алкоголя но у нас вот так бывает да да ну 20 ну 25 20 да 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 подошел блин то что я вас мотивирую это вообще у нас знаете с вами энергообмен какой вы мотивируете меня я мотивирую вас вы вообще стали одним из главных мотиваторов я не знаю есть ли тут кто-то на эфире кто был тогда на исповеди два года назад когда я вышла с разбитым лицом с вискарем о боже о боже но я к чему я это к тому что именно тогда в этот в эти несколько дней я читала ваши сообщения которые писали в директ в инсте очень много именно по пацанкам то есть как вас мотивировала я как вас мотивировала моя история конечно я вышла после проекта ну слетела там немножко с катушек вряд ли я могла мотивироваться ой быть мотиватором но вы для меня стали этим мотиватором ну родители мои конечно в первую очередь близкие люди которые меня окружали и вы понимаете просто я читала эти сотни сообщений где вы там в подобных ситуациях или где вы справляетесь с подобными ситуациями или ваши какие-то мотивирующие истории либо просто где вы спрашивали у меня какой-то поддержки помощи совета и так далее я сижу вот такая говневая там и думаю как я могу типа вам дать совет что я сейчас могу ничего не могу поэтому это было такое решение принято что я сейчас выйду в эту высповедь да в прямой эфир расскажу что к чему там в моей жизни сейчас происходит всю правду типа как есть но с этого дня я поменяюсь и все и так и произошло и по сей день я четко придерживаюсь я четко придерживаюсь своего принятого решения поэтому отчасти это конечно благодаря вам три раза прошу ну ладно ребята я когда говорю я не читаю сообщение поэтому сейчас я отмотаю почитаю что вы там пишите и мы любим любую любом любим тебя такую какая ты есть так что ни разу в тебе не сомневалась кристина ты помогла мне выйти из того состояния в котором я была около трех лет да 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 было помню нарезками и так изменилась на глазах так много прошло да и наверное вот это вот меня и подкосило в эти последние дни я все время отдаю 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 на фоне себя всю полностью во всем но типа какого-то результата нет вот наверное весомого у меня сейчас там ну допустим у мамы есть история с плечами да вы знаете мы с ней еще созванивались там у нее сейчас еще пятка заболела и я просто сижу я понимаю вот мне бы сейчас просто в Москву привезти к доктору отвезти чтобы ну вот так 30 секунд решить я понимаю что я не могу это сделать и все это нагнетает чё подслушивает короче потеряла мысль чуть-чуть нельзя опускать руки сдаваться очень волнуюсь за тебя верю можно жалеть себя моментами вот знаете я не жалею не жалею себя не жалею не жалею и потом у меня такой бам хотя это вообще первый раз было я не помню такого своего состояния когда ты лежишь и просто такой а зачем жить типа к чему это жизнь нахуй это жизнь ну типа настолько мерзкие мысли были в голове что при этом они были не эмоциональными как я обычно да там нахуй что пошел типа у меня эмоции выходят я настолько спокойная была вот прям это даже не спокойство это наверное пустота просто пустота которую ничем было не заполнить просто дырка внутри которую короче ужасный не советую вам питкеранта так ну ладно все крестин ты останешься в нашем сердце пока наши сердца еще стучат очень красиво сказано крис смерть вообще отпад очень рада я видите у меня губы не знаю видно не видно все я сгрызла губы себе просто ужас так ладно я отматываю сейчас комментарии все до самого конца простите если что-то интересно про хинкали вот вы пишете про Лизу и мне как раз хинкали принесли вы смотрите да с Лизой мы сгоняли на рыбалку со всеми ну я бы вообще собрала ребят рыбалку я очень люблю рыбалку но моя рыбалка будет скорее всего в Карелии с другом с моим самым лучшим я буду есть губы я буду ехать с губы и кто долго что что я была нет почему ты так посмотрела нет почему ты так посмотрела нет почему ты так посмотрела понимаешь я думаю чего это на январский будет это вот смотрите красивая моя самая лучшая поддержка моя сердечко спасибо ты чё переживаешь если заказать она я просто вот это на нервном этом состоянии поэтому не любая фраза не может ввести в заблуждение и врасплох застать поэтому если тут случайно нахуй вот обошли не обижайтесь специально то обижайтесь рассказывайте что там что-нибудь спрашиваете тоже депрессия да уже это осень еще влияет на и знаете вот у меня конец года всегда какой-то такой пиздейшн происходит я просто не знаю как писать это нереально вот что в конце года каждый год в конце года просто ужас не леди фанеры буду посылают вы же знаете крис можете тренером поработать мне кажется у тебя хорошо получится ты умничка да нет он понесется нумеролог нутрицолог я позади куклу это не смешно ну блин чуть-чуть ладно ну блин можно смеяться это не смешно потому что это не смешно я съела и говорю как съела до как сейчас вот абсолютно ноль насыщение а лёна говорит тоже кому-то я только стала голодеть но такая пауза ты перекрежь вот это ты кладешь вот это нам так обидно мишной купки доедать это было не смешно это не смешно поэтому за всё семьи все вот это городе не перебивали в этот момент когда была шутка спасибо большое на подъемку� это вам понравится а что это типа какой-то по одессе у меня чуть хинкали не убрали я за эти хинкали здесь стою за хинкали двор стреляю в упор смотришь новых пацанок или тебе похер я сегодня мы сегодня посмотрели с вика серию своим участием естественно и мы поняли что наверно придет по ходу хочется даже сезон посмотреть из всех кто там были 5 до по моему остались девочек леопард голова леопарка короче прикол в том что у нас вот я хотела сказать за вла лену единственный персонаж который меня не персонаж девочек участница она просто она настолько типа настоящая как будто бы что это заходит просто ее шутки и и вот это типа да но мы когда нам это вики не было но когда мы ездили на сезон ну на съемку это серии когда владлена взяла микрофон в но все вот так сначала переглядывали об этом все ржали ну по-доброму не в стоп в какой-то вопрос по-доброму потому что она реально разговаривает очень смешно и позитивно это получается значит на нее не как на дурочку смотришь а просто весело ну вот видишь мы серию посмотрели потому что в начале она там сама говорила что она была очень цинична что у нее не складывались отношения в коллективе насколько я поняла но мы пересмотрим короче по ходу этот сезон посмотрим и посмотрим что будет но просто хотелось бы знаете чтобы они эта серия была же с хейтерами с блогерами короче это короче сезон посмотрим так подождите у вас там были какие-то очень сообщения сейчас так значит кристина спасибо тебе за все благодаря тому что ты проработала свое прошлое что очень схожи ситут да господи схожи с ситуациями мои да блин прыгает и ситуациями с моими я все же хоть немного смогла и сумела отпустить некоторые моменты это очень круто вот это вот когда я могу мотивировать кого-то меня это сама мотивирует зайдем чего бы нам с лизой драться-то я не понимаю где вика вот короче она просто нюхает мохито если чё что делать из тебя булят в шесть лет как поступать булят шесть лет знаете я могу вам советовать только во первых я не хочу не буду вам ничего советовать потому что это карма ну типа я сейчас погружаюсь кое-какие знания так скажем вы сразу просто приносите это половину ликера туда не ликера этот соус хироп ликера из проблем как сказать продегустирую ноу проблему блин с буллингом я не знаю что делать понимаете я был тот человек который буллил всех вокруг поэтому я не знаю я только на проекте прочувствовал что такое когда тебя булят когда девочки рассказывали как вам было плохо и больно поэтому я наверно не могу как я уже сказал выше я не даю советов потому что это влияет на карму если вас совет приведет его не туда будет на мне ответственность лежать это все по по божьим вот этим вот поэтому мне честно и я могу сказать как бы я поступила и я так и поступала просто просто я начинала драку 1 и все и потом типа меня не пулили никогда в школе пару раз стулом кинула и все но это поймите это может привести к плачевным последствиям наверное нужно учиться наверное нужно учиться и решать к ну любые ситуации все-таки словесно короче поэтому не знаю сложный у меня это сложный вопрос если честно вместе с бабушкой на рассветы больше всего понравилось и почти никто не нравится приятно бабушке большой привет добавили песню попробуйте момент с банкетом и 7 сезона это пет первый да вот эти первые банкеты не в шесть а шесть а шесть лет господи это жестоко короче вот единственное что я хотела бы сказать что ни в коем случае нельзя закрываться в себе нельзя типа знаете когда жертва начинает убегать охотник начинают ее догонять даже когда ты встречаешься с диким зверем от него нельзя бежать даже от собаки не забежать потому что у него сразу же проявляется инстинкт охотника поэтому у людей тоже есть такая тема что типа если ты как бы типа раз промолчал два промолчал человек понимаешь что можно тебя делать если ты ему дуешь отпор то человек меняется я не знаю как это работает но это какая-то психологическая история что я даже в жизни потом в осознанном возрасте проверяла такую тему я происходила по квартирам продавала и мы использовали нлп нлп это нейролигуистическое программирование то есть за счет рук там вот этой истории ты человека немножко погружаешь некий гипноз а и вот и что я проверяла у нас этому естественно учили и момент когда ты когда человек открывает и допустим что из такой позе и отвечаете да нет первую просто встаешь в такую же позу как бы общаешься его тембром и человек в секунду меняется вот так в 3 15 поэтому поэтому вот попробуй так может быть это сработает пусть у любимка крис как себя чувствуешь сегодня лучше когда появляется какая-то перспектива не разблокировали аккаунт на доставки правда 5 косари штрафа на меня меня с третьего класса болит а сейчас в одиннадцатом более терпимо ха-ха-ха после того как здесь пришлось поступить критично к буллеру жалобы написали на меня почетная ученица но это все вот игры это так относительно типа я попросил в торец дал обмене но это же не выход наверное неправильно наверное будет более более как это сказать более полезным для тебя в данном случае научиться решать диалогом но опять таки блин сложные вопросы вообще ребята что-то сложные вопросы она же ничего такого не говорила почему мне так затолкнуть фанфики я не читаю смотря пацанки в 2022 году понятия не имела что буду писать в 2024 комментарии на эфире я знаете тоже смотрела пацанки но никогда не думала что в них попаду как тебе соня вот ну насчет сони знаете мне никто не не раздражал обычно вот ну восьмом сезоне были такие люди которые прямо типа но было непонимание возможно сейчас у меня отношение само поменялось под утихло не знаю не знаю я просто хочу посмотреть сезон сейчас потихонечку что за день все мои комменты замечаешь не знаю это вот случайно я просто опускаю глаза вижу комменты читаю меня булили и били в школе с 6 класса до 11 сейчас отучилась и работаю и людей були в ответ но это кстати не выход вообще абсолютно булить в ответ вымещать эту агрессию потому что никто на самом деле не виновен кроме тебя понятно что ты ребенок на тебе там меньше ответственности но возможно должны были быть родители которые как-то помогали но мне тоже родители не помогали у меня был брат который мне однажды просто сказал на меня нам напала огромное количество не огромное количество человек 5-6 девочек я была маленькая они были там на год на два на три по моему старше я обратно меня на такой отморозок был я могу подхожу при помоги меня типа он такой горит вычисляешь самую главную и типа втащи ну так и произошло просто к со мной один на один типа вот так по бокам стоят люди вот так самое главное напротив меня и что-то меня начинает затирать я закрываю глаза и просто и вторец со всей дури вмазываю закрытыми прям глазами клянусь и глаза открываю я вижу только как люди разбегаются но она лежит а люди разбегаются и это был мой опыт это не это не нужно перенимать его я просто к тому что вот моей жизни так произошло и потом ну наверно мне далось понимание что если ты буллер то тебя не булят но это не было осознанно понимаете это просто наверно как выра выработалась как стиль какой-то как как самозащита наверное как как даже травма может быть поэтому поэтому я вас очень прошу я вот против жестокости сейчас понимаете типа хотя она во мне присутствует и я с ней продолжаю работать и находить какие-то пути и решения этого всего но иногда меня прям накрывает очень сильно что я не могу с ним бороться и не хотелось бы просто понимаете агрессия такая она увеличивается то есть если ты один раз наорал на человека второй раз ты его даришь третий раз типа чем-то закончится неизвестно у агрессии градус повышается всегда поэтому это опасно ну и в целом это ваша кармия опять-таки ты излучаешь негатив негатив и притянешь соответственно находить решение может быть психолога может быть с родителями посоветоваться может быть как-то через старших с учителями поговорить может быть просто подойти кстати вот что еще обезоруживает человека когда ты просто к нему подходишь и говоришь почему ты так со мной типа ну что я тебе сделал обычный разговор выходишь типа задавая вопросы возможно да там будут возможно ответы типа не воспринимание знаете вот этого отмашки но возможно человек задумается если ты ему просто подойдешь и объяснишь что ну зачем мне сложно с этим жить ты меня ломаешь жизнь ты подрастешь тебе тоже с этим жить придется наверное как-то так почему перестали собираться с девочками седьмого сезона и нету вам встречи ну потому что это определенный уровень мне кажется это вот момент когда ты выходишь с проекта ты можешь устроить какие-то фан-встречи сейчас не знаю если делать какую-то фан-встречу просто глобальную какой-то хотя у девочек же сейчас была там встреча у мишель у амины у леры мне просто это не без обид но мне это не интересно просто сейчас типа выходить чтобы что зачитать под чужой трек или короче как относишься как сани да никак я к ним не отношусь я же их не знаю да мы приезжали на серию но мы ни с кем я лично ни с кем лично не разговаривала мне знаете вот на восьмой сезон душа была вот так всем хотела помочь но это тупая история знаете кому-то помогать кто захочет все знают что я открыта типа напиши мне базара нет типа я если даже чем-то могу помочь я помогу типа чё-то где-то подсказать я подскажу поговорить там каким-то опытом поделиться всегда пожалуйста но не на фан-встречах это раз и только с тем кому это действительно нужно сам проявит это желание кстати сегодня же пятница ребята как вы как вы пятницу проводите у меня вот чай и кальянчик это круто это я сейчас комментарии блин я почитала комментарии в голове да я так ржала с момента где ты алексею ноги свои показала но потому что вы знаете я помню и реакцию алексея в тот раз он реально охерил и вот сейчас это было прямо мне очень ему хотелось показать концерт буфу понравился в целом девятую серию ой посмотрел серия 9 с тобой больше игры чтобы ни разу не пожалелась выбрала именно тебя в тебе и увидела немного себя ты очень сильно мотивируешь спасибо большое не устану повторять что вы меня тоже мотивируете ты была украшением 11 выпуск спасибо кайфуйте вообще ребята кайфу я вспоминаю свои школьные годы господи насколько это без заботы особенно вот эти два депрессивных дня которые у меня были и продолжаются это просто это часто вспоминала свое детство насколько типа ты беззаботный насколько у тебя ну ты не осознаешь вот эту вот реальность жизни и это и ребенком как бы да там было уже в травмах типа и но все равно вот это вот среда которую создают родители ну и в целом то что ты нам не работаешь твоя задача только учиться у тебя там первые друзья первая любовь вот эти эмоции просто разрывающие тебя тебя ребят цените это 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 реально это вот после 20 после 20 ближе к 30 наверное это как-то все ну у меня сейчас это подугасло но я это верну обязательно все эти эмоции чувства к жизни вернее были с детства шутки которые прям въедали в сердце и память выход был таков отвечать всем же с высока либо строить либо строить блин меня бесит когда коментация это самое смешное чтобы клоун объяснил свою шутку я помню когда чуваку леща дала когда была серия да это было как почему мои комменты никто не читает прочитала они просто так быстро уползает что произошло можно что произошло я очень ценю это время но очень сильно устаю да да вот это вот это взрослая жизнь когда ты уже устаешь в детстве помните мы не уставали вообще будучи так когда бипец мы будем четырнадцать лет а мне сейчас шестнадцать это круто взрослеть нужно тоже с ума так же я смотрела недавно с ума сена скучала по сути не смотрела недавно с ума скучала по сути сезон безумно. Ну, а плюс, что ты можешь его пересматривать, он же есть. Крис, я думаю, заявку на проект подать, но стрёмно рассказывает свою историю на большую аудиторию. Как с этим справиться? Понять то, что ты должна забить хер на большую аудиторию. Это твоя жизнь. Это все аудитории, честно говоря, 95% насрать на тебя и на все эти истории. Поэтому тебе нужно понять, что в твоей жизни важна только ты. И если ты будешь поменять, ну, если тем более твоя жизнь приносит боль всем твоим близким, в первую очередь нужно задуматься о близких и перестать причинять боль. И себе в первую очередь тоже. Поэтому меня что, наверное, спасает? Что мне просто по большей части мне просто похер. Насрать. Насрать на многие вещи, которые связаны именно там с 90% населения. Нет, даже я неправильно выразилась. Я сопереживаю каждому, блин. Наверное, даже не так. Не на них мне похер, а именно на то, что они говорят. Вот так. Особенно, если это какой-то хейт или критика в мою сторону. Я всегда так смотрю и думаю, одень мои кроссовки и пройди мой путь. И ты даже в 20% не пройдешь, ты пойдешь повесишься. Поэтому я просто понимаю, что люди... Люди это такие существа странные, типа, очень странные. Говорят одно, делают другое, делают одно, говорят третье. Типа, осознанных очень мало. Очень мало. Вот когда приходишь к осознанности, наверное, меня, может, еще от этого так кроют. Короче, осознанность это дело такое. Кристина, можешь дать совет? Ну, в общем, что-то и сделаю. Пожалуйста, как справиться с агрессией, когда не можешь ударить человека, но тебе безумно хочется. Я не буду давать советов. Просто... Тебе нужно над этим работать, наверное, я думаю, и все. Андрей, да, слушаешь? Повторюсь, я советую не хочу давать не потому что мне жалко, а потому что это карма. Ну, это... Я беру на себя кармическую ответственность. Я не хочу этого просить. Ну, так, ну, все, подаю заявку. Будешь за меня болеть? Конечно, буду. Я, знаете, буду болеть за всех, кто реально хочет справиться, кто реально хочет поменять свою жизнь. И даже если ты там уходишь с проекта, ну, после проекта очень тяжело. И я даю бы не осуждала, не... Ну, давай покурим. Так, можно мы покурим? Может, чуть-чуть из курида, пожалуйста, по-моему, чуть-чуть от булки наеду. Просто пытаемся отлечься от еды. Да, 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 да. Опять хотим есть, это нормально. Чтобы не есть, мы пытаемся... Опять и чай. А-а-а, у вас же это? А-а-а. Можно сажать эти ягоды, которые у меня были? Короче, я просто рада за всех, кто готов меняться и менять свою жизнь и стремиться к лучшей версии себя. Как бы это сейчас пафосно и банально и, наверное, заезжено не звучало, но это действительно так. Я очень уважаю людей, которые, несмотря ни на что, несмотря на обстоятельства, несмотря на какие-то там внутренние состояния, просто встают и делают, встают и делают. Даже не на говорить ничего. Вот я очень обожаю и уважаю людей, которые просто встают и делают, не говорят там, я такой. Да вы знаете, да я такой. По большей части, вот садя, чего я могу в своем наблюдении жизни сказать, если перед вами стоит человек и говорит, да я хороший, да я там такой, да я сикой, Этот человек окажется просто гандоном конченным, потому что ни один уважающий себя человек, который чего-то достиг в этой жизни, я говорю сейчас даже не о материальных благах, а себя в душе нашел, он никогда в жизни себе не позволит сказать, что я там такой, я такой, я добрый, я хороший, где-то в ситуации он просто это проявит. Крис, общаешься с малышенькой? Нет. Он говорит, решай. Ну как бы не то, что мы в конфликте, просто нет. У нас в школе Челла Буллида то, что он детдомовский из Донецка, вот ну подойди к нему, подержи его, и другие люди тоже задумаются. У нас в школе была ситуация, к нам перешла второгодница, и соответственно все ее начали стебать. Я демонстративно встала и села к ней за парту назад, и хер кто слово ей потом сказал вообще, понимаете? Вопрос, почему Шумахер, Шума, откуда это просто название? Михель Шумахер, загуглите, это величайший гонщик болида Формула-1. И я, когда была маленькая, я подъехала на велосипеде, так резко, короче, затормозила на поле, а пацаны играли на поле, они мне такие, Шумахер, короче. Я ходила несколько дней, думала, они меня обзывают, а потом я подхожу, говорю, хотите хинкали? Нет, у тебя с бараниной были хинкали, да, я потрогала просто вот эту попочку, она вообще, честно говоря, и уже сказал. А тогда же тоже с бараниной было. Они вонючие, жесткие. А тогда не были вонючие? Говорят, уже 17 минут, я не понимаю, сколько это у меня осталось. Блин, я сбилась с мысля, что я говорила? Я переживаю просто красноцам, а вот думала. Эээ, буллинг. Что? Я переживаю просто за свой палец. А потому что я потрогала эту хинкали, ну, потому что я забрала, что-то съесть, давай сделай тоже. А я хотела попробовать кусочек вот этого вот, именно попочку. Именно попочку, да, вот эту. Просто именно в этом месте, когда я скушила, там, кто думал. А я же ем. Это шестер. Добрый вечер, Кристина. Общайтесь с Кирой, да? Креба, телефон-двиз сказала, что если не ответить, не твойки, но сработал. Испугался? Ты крутая, спасибо. А, про шумахера. Короче, я думала, что они меня обзывают вообще. Я подхожу им через два дня, говорю, что значит шумахер? Они мне такие, ты что не знаешь? Я такая, он, я такой, это великий гонщик. Я такая, все, называйте меня шумахер. Ну и все, я начали называть шумахер, шумахер, шумахер. Это было долго, типа, шумахер, шумахер. И начали называть шума. Да, я пару чайок делаю. А, вы же просили раскрутить, а я так и не сделала. Так, мой штук твой. У меня слой, я вообще не буду. Пас, два, я вам все. Реально? Я в клуб. Они такой жесткий. Жесткая. Мы в клуб. Мы в клуб. Ты уже сходила в клуб. А ты, кстати, еще хуже, ты знаешь, делала? А уже не курила? Я, нет, нет. Попросили раскурить, но я не курила. Он вообще еще потух больше. Не, ну я так пару тяпок сделала, но почему-то потом забыла отдать. Не, ну нормально. Это не, нормально, нормально. Стервотяга такая. Ладно. Даже не отвечать на этот вопрос, да? Вот про этот. Не надо. Что, я вам что-то рассказываю? Крис, я могу тебе в личку написать по этой теме? Да, у нас с тобой диалог открыт. Напиши. На эту тему мы с тобой пообщаемся. Уже раз пятый спрашиваю. Пойду посру, никто не заметит, много пишут. Я заметила. Где посрать, я там всегда замечу. О, Викуся, родная. Кристина, очень нужный вопрос. Ты еще приедешь к нам в ПТЗ на фан-встречу? Вряд ли, вряд ли, ребята. Вообще, какие-то фан-встречи вряд ли будут. Я могу сообщить просто, когда я буду в Петрозаводске, и мы можем что-то такое, типа... Сделать еще лифтель вам? Мы можем замучить, что-то, типа, знаете, квартирников? Типа, я не хочу никаких вам встретить. Я бы собрала, знаете, человек 10-15. Я хочу посмотреть. Иван, мы с Викой бы приехали. Может, кого-то еще бы подтянули? Я такая сижу. Ну ладно. Не, не, не за Вику, конечно. Короче, вот. Не, у тебя тоже кусами билет можешь не покупать. Ты будешь в VIP-гость будешь? Да. В VIP-ки будешь сесть, да? А будешь, это просто скамейка какая-то, знаешь? На первой скамейке. Вика, приветик. Приветик. Вы очень хорошие родные подруги. Спасибо. Вопрос. С кем больше всего общаешься с седьмого сезона? И кто из девочек ближе на данный... Я не знаю, мы сейчас с Ронью начали как-то так плотненько переписываться. Просто интересоваться, как дела друг друга. Ну, с Лизой у нас как бы и так нормально. Общение всегда было. Мне, кстати, Лиза тут недавно очень помогла одним советом. Вика не хочет отвечать, но вопрос, как пропадает. Этот. Ну, и Кира, соответственно. Вот три человека, наверное. Ну, с Кирой, если взять, мы просто чаще общаемся. С Лизой как бы у нас хорошие отношения, но мы редко общаемся. Почему осталось в Москве после проекта, а не вернусь в Карелию? А что мне делать в Карелию? Бухать. Спасибо. Слушай, у тебя поедешь? Крис меня травят в поселке, где я сейчас живу. Можно с тобой это в директе, пожалуйста, если это возможно. Давайте мы сделаем так. Вы пишите в директ. То есть я директ периодически, как бы редко, но периодически я его разгребаю. И на какие-то вот душесчипательные вопросы, там с кодировкой у меня было связано, много вопросов, я на них на все отвечаю. Это может затянуться, я могу там неделю-две отвечать, но в целом, если какая-то это важная тема, действительно, вы распишите просто четко, понятно, желательно без лишней воды, какую-то вот свою ситуацию. И что конкретно вы хотите от меня, типа советы, повторюсь, я давать не буду. Ну, типа, это карма. Поэтому, что-то обсудим, короче. А с LadyFan у нас просто открыт директ, поэтому LadyFan сколько уже? Все два года, да, с нами, так скажем. Поэтому преданных до внешних я в лицо знаю, поэтому, естественно, у меня с ними открыт диалог. Вика, как всегда, идеальная. И я так тоже говорю, но тут так написано еще. Дай, пожалуйста, привет Вике. Вика, привет. Ты ответила, ура, все, я в запой отчасти. Ну, что это такое? Я отвечаю не ради этого, не знаю, никакого запоя. Никаких приветов, я думала, ты скажешь тогда. Недавно у Вики, так сказать, розыгрыш выиграла. Она, да, она мне только начинающий блогер, все будет у нее хорошо. А, да, это розыгрыш. Сколько вам лет? Нам на двоих или чисто мне? Мне 30 скоро будет. Я не боюсь, я подтошню от этих цифр или от кальян. Якуся, хорошего тебе дня, улыбайся чаще. Ой, какой горчина, горчина. Крис, помнишь, как меня зовут? Вика. Мне кажется, или Аня. Блин, ну у меня память, как у рыбы, вы же знаете. Я тем более имена, я иногда забываю, как меня зовут. Типа, у меня с именами очень соль. Вы знаете, вот мой родной город. Что? Интересно. Ой, забей хуй даже. Ну, интересно, что ли. Знаете, я отвечу... Вопрос от меня. Да. Почему Штрэпмонд обосрала Вику комментарий? И вот вопрос. А когда? Опять? Расскажите поподробнее. Блин, я просто не хочу этих имен вообще в своих соцсетях. Вот этих вот. Вот этих вот. Особенно там, что-то кого-то обсирают, знаешь? Они все обсирают, блядь. Зачем только? Ну, вот объясните. Два года человеку не живется, блядь, спокойно. Называют меня тупой, потом пиздит мои бизнес-идеи. Ну, что это такое? Все, давайте вообще не будем. Меня прям начинают, ну, сразу начинают, блядь. О, давай, скажи. О, давай, скажи. О, давай, скажи. Всем кискам пись. А на... Ну, смотри, что за прикол, а у меня прикол, блядь. А у нас на сезоне, помните, прикол был? Моя, блядь. Это знаешь, что ты делаешь? Это у вас сезон, а я думаю, ты с Филой прикол. Нет, это у нас сезон. Мы всю дорогу орали. Майяма. Да. А что ты другие сезоны повторяешь за этим? Повторюшки, потому что. Повторюшки для диктришки. Ты очень хорошо выглядишь для своего возраста. Спасибо. Я, наверное, проспиртовалась просто отлично в своей жизни. Что это? Сохранилась. Нет, наоборот, ты перестала спиртоваться, вот и хорошо выглядишь. Крис, а как у тебя появился Сэм? Я взяла его с приюта. Он мне попался сначала. Я хотела, на самом деле, я очень хотела себе взять стафа. Стаферширского терьера, там, или как он называется, правильно? И, короче, но при этом смотрела приюты. Мне попался Сэм, он был вообще такой маленький-маленький, типа, и прошло, наверное, около трех недель, и он мне опять попадается. Я говорю, ну все, судьба. Планируешь сниматься в кино? Я планирую сниматься в кино как каскадер. Пока что. Я режиссер. Она мой продюсер. Да, я продюсер. То есть тут все продюсеры заделывались, кто хотя бы там где-то что-то съемку намутил, и уже продюсер, поэтому я это, я продюсер теперь. Вик, покажи Маникой. Ну я его не делала под кофту, Крис. Он мне уже неделю. А я, кстати, знаете что, купила себе кофту розовую. Первый раз в жизни я купила себе розовую кофту. Я почему-то так хотелось на что-то розовое, но чтобы это смотрелось нормально. Я вам сейчас покажу. Держи. Иди покажу. Сейчас покажу. Факция Проблем. А, кстати, вот, да, и в эти дни как раз, когда вот эти все проблемы у меня, вот это еще надпись не пишет? Очень помогаю. Решающее. Я такая, типа, пошли все эти проблемы, куплю себе розовую кофту. Решающее. Кристина, ты общаешься с Анной Гороховой, его из третьего сезона, вы мои две фаворитки. Не так давно, когда мы ходили на концерт Гуфа, Вика устроила сюрприз и подарила почему-то мне не только Гуфа, но еще и Аню. Ну, устроила нам встречу просто. Но я к Ане всегда хорошо относилась, мне очень отзывается ее, так скажем, внутренний мир. Она, ну, я как считала ее хорошим человеком, так как бы и считаю. И это реально один из немногих людей, когда все, там, шайки, лейки, бляди, пиздели из своих нор. Она единственная говорила, типа, нет, я так не считаю. Это, ну, человек со своим мнением. Я это всегда уважала, из-за чего я Лизу, кстати, начала тоже уважать, когда мы все толпой ее гасили. Ну, она была провокатором, конечно, но в некоторых моментах своих она не сдвигалась с позиций, и это вызывает уважение всегда. И после проекта тоже будет. И после проекта, да. Когда все говорили одно, а Лиза, находясь в этом обществе, говорила, я так считаю по-другому, ну, типа, и не поддакивала. Это реально такая редкость. Кстати, Аня Горохова, я тоже подготовила подарочек в этот день, но подарочек нажрался быстрее. Короче, Вика в этот день была Санта-Клаусом просто. Коррес, вы истинная леди в этом прикиде. Спасибо. Что за посты про проблемы в ТГК? Блин, я в самом начале разговора это все рассказала. Давай я сохраню эфир, посмотри, там в начале, я просто не хочу это повторять. Так сказать, со всех сторон меня прижало просто. Я бы хотела тебя просто обменять хотя бы, ты такая хорошая. Спасибо большое. В глазах Кристины можно утонуть, они слишком красивые. Спасибо. Привет из Ижевска. Ижевску привет. Что, заканчивать надо? Ну, как хочешь, но все равно просто почитывай, думаю, может, что-то интересненькое напишешь. Еще какую-то сплетенькую, горяченькую, прям сплиты. В каком кино он был Акскадером? Амура. Сериал Амура в третьей серии, в конце третьей серии. Это была я, но у меня в целом все в инстаграме есть. Тимура и его команда. Какой-то еще мистический сериал. Я там с козырька прыгала. Тимура и его команда, мы там на мотике прыгали. Какой-то был фильм или сериал. Я почему-то потом перестала спрашивать. А, в Склиффе. Ой, в Склиффе мы, по-моему, снимались. Там был Хабенский и Калагрива вместе на площадке с нами. Калагрив, кстати, ну, мне показался очень такой добродушный, веселый парень. А, и вот где-то я в Москву реку прыгала, когда уже холодно было. Я не спросила, ты видишь, да? Это Амура. Это не Амура. А, это не Амура, он там просто проческала по городу. Что-то потом, какие вспоминала, я думаю, человек. Короче, я по мере возможностей все буду выкладывать. Просто те фильмы и сериалы, в которых я уже снялась как каскадер, они еще не вышли. И, соответственно, ну, я не могу пока ничего выкладывать, но... А, еще скоро, кстати, выйдет шоу на СТС. Я посмотрела, оно либо выйдет в декабре, либо в январе 2025 года. А я могу этого вообще говорить? Про что? Ой, я не знаю, я послушала все, что говорила я читала. Ладно, я пока не буду об этом говорить. Короче, когда выйдет на экран, я все расскажу. Сейчас я, секундочку, сделаю кое-что. Смотрела сериал «Слово пацанок», конечно? Комакова, Катя, я поздравляю тебя с твоим прошедшим днем рождения. Поправляйся, будь здорова и будь счастлива. И главное, самое главное, здоровье близким, тебе здоровье. И чтобы жизнь, жизнь и Господь Бог был к тебе благосклонен. И начертил более легкий путь. Блядь, начертил как-то хреново. Только хотела сказать, мне так ошибка была, потому что не надо. Короче, дал ношу по силам. Ну, он всем ношу по силам, наверное. Как я сказала, кому-то он дает только сил быть крысой и пиздец. А чертят люди себя сами обычно. Да, и чертями становятся тоже. Чертил. Сплетни, слухи, что Лиза Андриченко до сих пор кусает людей. И Крис. А, ну что-то будет интересно. Ладно, фанфики пошли. Только не заканчивай эфир. У меня, ребята, телефон садится. Это не проблема. У меня есть... Ну, у нас еще есть дела, которые работают. Да нет, ты как хочешь, я просто пишу тюну. Я выпила 20 грамм, я готова шутить. Я думаю, про закусочку какую-нибудь. Я тоже не понимаю, для чего вот это было принудим. Да, мы сидим, как-то скучно, да? Надеюсь, ты заметишь. Буду безмерно счастлива, если ты передашь привет Леве. Привет, Леве. Нет, тихо, сплетни в чат Вики. Кто сплетни написал? В чат Вики тебе напишут, в твой чат. Я хочу сплетни прямо сплитой. Пишите ей в чат. Горячий пей. Витя не надо, она иногда очень погружается в это. Я хочу всем ответить. А потом на меня ходят, Меря? Неправда. Тебе нет. Я просто говорю, лови Богу. Ой, извините, Санёпочка. Марина Ростов, привет. Пытаюсь показать свою надежду. Давай, покажи. Ты мне помещалась. Я вот. Скажу честно, мне завтра не надо в школу. Я просто после уроков. Алгебру прогуляла. На физкультуре баловалась. На музыке села назад, чтобы не попросили петь. Потому что я всё-таки человек нежестокий. Ты такая красивая и женственная была в 11 серии этого сезона. Спасибо. Можно канал Вики, пожалуйста? Конечно, можно. У меня в ТГК есть. Где там у тебя есть? Поясни человеку. У меня вон подписчик назревает. В моём канале пересланы игрушки, смотрите. А они там, кстати, не так. Вот он про меня. Только свеженький. Мне только свеженькие новости. Это она отвечает на Вики про стреков. Написай. Да, я отвечаю. Напишите. У нас в таком уже есть всё, что нужно на неё. Вообще, если старьём какой-то, то про неё не пиши. В смысле про это не пиши. Вика, вы бунтарки. Такие есть. Вы так в общем не знаете. Какие классные сучки. Я вас обожаю. Не осудим, но обсудим. Так, я там уже увидела человека, которого надо заблокировать. Что там было? Детокс 4.1.12. Я тебя заблокировала. Она будет говорить на моём эфире ровно столько, сколько захочет. Понятно, она. Чарктер. Чарктер. Как называется? Какая вики? Чарктер. Чарактер. Чарактер по-английски. Это характер. Чарактер. Как относишься к Марии Третьяковой? Да я к всем к ним хорошо отношусь. Это люди, которые переживают столько на съёмочную площадку, сколько... Я не хочу мяса. Сколько... Сколько я не знаю, сколько надо пережить вот этого вот. Надеюсь, когда-нибудь встречу с вами. Где-нибудь, когда-нибудь встретимся. Ну так, конечно, ты показываешь, как я тебя... Ну и так, ну не показывай. Кристина Степановна, передайте привет моей маме. Нет, шашлы не хочу. Леди Фан, передаю привет твоей маме. Я хочу. Искандер. Искандер уже был. Магадонские креветки. Понятно. Что дальше-то напоследок. Правильно, Чебурья подпустили? Они сидят тут рядом. Пустица. Так, я даю Клоу-банк, чтобы Калина дальше сделала в эфире. А кто писал про меня плохие комментарии. Покажи-то оттуда. Карномисто. У меня, кстати, смотрите, какие руки. Просто ужасно. Смотрите. Карномисто. Все посмотрела? Это все... Это... Ободралась с этой... Карномисто. Ободралась, короче, у меня. Крути. От холода. Ты думаешь, ободралась? Такой же. Такой же старший, да? Старший. Маленький алкоголь и много с вами будет. Кстати, Витя, скажешь, что я недавно поругалась с человеком, который мне был дорог, потому что она начала гнать на тебя. Да. Ну, это все относительно тоже. Если тебе человек дурок, не надо, просто скажи мне неприятно. Слушай то, что ты говоришь. Какая же ты права, что-то такое-то, да? Ну, это не сухо. Вот каждое место, значит, лайт, лайт, чебурек. Легкий, типа, сай, с кальяном. В каждом месте мы просто такая, как с закупкой. Ну, иногда можно. И, кстати, очень редко, очень редко, кальяно. Татьяна, передай вам привет. Почему классные девочки далеко всегда? Знала, что Мария Третьякова ушла с проекта, да? Я же знаю еще все до того, как это все выходит на экран. И закрыть глаза. Он подумал, я ему, может, что будет так. Что такое? А вообще куришь сигареты? Сигареты курят? Ну, сейчас максимально-минимально. Он подумал, что это может быть. Это такая присадка. Что, поедет реально? Ну, да-да. Как понять, что я думаю о пацанке? Сколько тренировок по боксу в неделю? Ну, пока что вот эту неделю я пропустила. Но в целом стараюсь одну-две хотя бы делать. Плюс у меня есть одна каскадерская тренировка. Короче, у меня где-то 2-3 тренировки в неделю точно есть. Ай, курильщица. Ну, да, есть. Так же, мне плохо башка болит. Нельзя головную боль терпеть. Я еще одна. А, ты думаешь, никогда больше не синить адрес? Лиза, недавно ты выложила... Так, недавно выложила свою свою кафе тема была за то, что Лиза эмирала весь сезон. И актриса со стороны. Знаю, что Лиза где-то задела. Не правильно, я из добрых намерений. Ну, блин, мы это как говорили, так и говорили. Да, все поверили. Ну, как бы, я не знаю, может быть, в Лизиной голове это было по-другому, но у нас, как бы, складывалось впечатление, что, да, Лиза не то, что она играет на камеру, но она, типа, вылетала на камеру. Я не помню, мы обсуждали с ней этот момент или нет. Но такое точно было в сезоне. Мама Крис и Вика, что делать, если я добилась парня сама? Уже совершенное действие, она уже добивается. Ну, что делать, ну, не знаю. Если нет ответа, то резко прекратить. Это может не сработать. На планете 7 миллиардов людей. Я думаю, что ты кого-нибудь найдешь. Это моя фраза. Я знаю. Знаете, как я говорю? Что еще раз, подожди. Ты же вроде как говорила в 11 серии, что уже 2 года в завязке алкоголю и курению. Блин, вы как смотрите? Вот так и рождаются слухи, понимаете? Человек вот так, наверное, одним глазом смотрел, одним ухом слушал и резко приплел сюда курение. Я сказал, что я не пью и не употребляю. На протяжении уже почти двух лет. 14 января будет 2 года. Поэтому, а курью там слова не было сказано. Я бы сказала, что в 14 я перестала пить. Нет, ты в 14 еще не упоминала. Ты выходила в этот эфир. А, в 14. Значит, в 15. В 15 ушла, ты уже не помнишь, что я там полоскала, уже чистила собрались. А вы в Корее не упоминали в 15? Я не упоминала в 16. Я не помню вообще. В общем, я не упоминала. Вообще не знаю. В 14-й конец я не упоминала, получается, где-то. Потому что по-моему, в 15-й, мне и в 14-й. Как сейчас задаешься к Виолетте и ее высказывания по поводу пацанок. Во-первых, начнем с того, что я не знаю, что высказывается в Виолетте по поводу пацанок. Я не знаю, в курсе вы или нет, но я давным-давно отписалась от всех пабликов, связанных с пацанками. Минимизировала общение с пацанками, с которыми я не хочу общаться. Ну и все, в целом. Поэтому я не в курсе, если что-то кто-то говорит. Есть говядина? В ресторане нет, насколько я знаю. Кайперон тоже весь свинь. Там говядина есть, что есть? Все, да. Может, корминку? Или петроник? Кристина, петроник или карнемиста? Кристина, какая путь? Петроник или карнемиста, да. Карнемиста это что? Ну, да. С Казахстан. Да. Ну, лучше карнемиста. Все, решили. Карнемиста, да? А то мы, блин, спорим тут полчаса уже, блин, что за пять драматов были. Мы чуть не подрались. Ну, хорошо, что мы не подрались такие были. Так сказать, не могу не спориться. Кто фаворитка девятого сезона? У меня нет таких, потому что я не смотрела. Вот, смотри, чай. Видишь, я какой пью? Я сейчас даже с этой же лимону не могу. Переверну уже с камеру. Вот чай, видишь? Вот такой чай пей. Нормально все, поправился. Имбирь, клюква, лимон. Вот такая тема. Одевайтесь тепленько. Шапочки. Медик обязательно. Мед вообще сила. Через неделю еду на соревнования в Казань. Пожелаю удачи. Желаю удачи. Пожелаю удачи. Блин, как тебе кудряшки. Идут в 11 серии, ты такая красотка. Спасибо. Идеи для вопросов закончились. Ладно, ребятки, давайте заканчивать эфир. Я его сохраню. Вы посмотрите, кто пропустил начало. Как называется заведение, которое вы посещаете в данный момент. Это чайхана номер один. У меня аллергия на мед. Тогда лимон, имбирь, клюква, брусника, малина. Малина очень хорошо. Она антисептическая. Она помогает. Если аллергия на мед, то малина, варенье из малины, только без сахара, которое... Не который в магазе, знаете, продается на состав этом. Читайте, чтобы там было минимальное количество сахара и настоящая малина. Малина очень помогает. Еще есть тема такая березовая чага. Она тоже продается на Валбересе, на Озоне, везде продается. Ее завариваешь. Это вообще просто комплекс витаминов натуральный. Советую. Хотя я не даю советы, но попробуйте. Просто попробуйте. Ну ее надо пропить хотя бы там недельку-две. Нет, сейчас пацанки никого не болеют. Ни за кого не болеют. Там недолгие, наверное, мне кажется. Самый лучший доктор, Аристина. Ну вы же знаете, да, наверное, что я не пью таблетки с 14 лет. И вот может быть поэтому я хорошо их сохранил. Не знаю. Но я как переболела мейнгитом. Единственные таблетки, которые я пью, это бейсбол раз в месяц по вот этим женским делам. Потому что я прям сознание теряю от боли. Это единственные таблетки, которые я пью. Радуй нас чаще эфирами. Обязательно. Все, ребятки, давайте обнимаем вас крепко, со всех сил. Идите, обнимите своих родных. И хорошая вам пятница. Много не пейте. Мало тоже. И не буяньте. Я вот чаек за вас обладну. За ваше здоровье. Чтобы вы не болели. Шапочки одеваем. Шарфики одеваем. Чай пьем. Все, ребятки, обнимаю. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Эфир сохраняют. Смотрите, кому интересно. Спасибо.